Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, что же такого приехало к нам в виде средневекового ярмарки, какие лошадки, одежда и амуниция приехали вместе с ней. Ну а также посмотрим на некоторые очень полезные и приятные баги и поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней. И поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Star Stable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Star Stable Online, в том числе и рус-аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Средневековая ярмарка. Теперь одно из моих самых любимых мест на всем Юрике. Это локация, которая теперь озарила своей яркостью и пылкостью и вообще страстью ко всему средневековому. Забытые поля, которые раньше всегда были полупустые и ничем таким не привлекали, кроме сюжетных каких-то заданий. Прямо за манежем, перейдя речку, можно найти вот эту самую локацию средневековая ярмарка. Давайте же посмотрим целиком и полностью. Заглянем в каждый шатер и за каждый доспех, чтобы узнать, что нового на этой ярмарке и что может нам намекать на грядущие обновления в средневековом стиле. Самая первая приятная новость, здесь есть коневоз, который дает нам определенную отдельную остановку под названием средневековая ярмарка. Очень удобно сюда доезжать. На этой неделе ярмарку добавили целиком, но при этом некоторые возможности все еще недоступны. Так что малышей дракош, к сожалению, пока что купить нельзя. Собственно, как и прически и макияж, которые были давно уже нам проспойлерлены, но пока что они находятся здесь. Они есть, их можно посмотреть и какие же классные драконьи яйца здесь лежат. Тут есть дракончики, уголек, огонек, вспышка. Божечки, какие вы очаровательные. Значок покупки есть, но он пока не работает. Это будет обновление следующей недели. И вот еще есть такая вот дракошка, искра. Очень красивое создание. Примерно такая же ситуация обстоит, как я сказала, с магазином, вернее с парикмахерской данной ярмарки. То есть у нас есть шатер, есть обозначение, что данная ярмарка, а также стол присутствуют на мероприятии, но пока что они не работают. Ждем с нетерпением эльфийские прически. Что же доступно на ярмарке? Лавка с едой. Здесь она мне нравится больше всего на всем Юрике. Она оформлена в виде такого средневекового мини-рынка. И здесь просто даже можно какие-то материалы отснять, сделать классные фоточки. И вот смотрите, какой классный киоск. И даже вон там книжечка с чашечкой кофе. Очень прикольно. Рядом расположен магазин средневековых вещей. Пока что здесь продается только первые базовые средневековые сеты. Как видите, я уже скупила один базовый средневековый сет. Амуниция и одежда. В будущем сюда будут добавляться также костюм королевы, который присутствует на самом продавце. И другие разные вещи. Но они также и дублируются в глобальном магазине. Так что если вы что-то боитесь потерять и упустить, или забыть, то просто откройте глобальный магазин. Здесь уже все добавили специально для вас. Не беспокойтесь, это ярмарка постоянно. Это не ивент, как сказали нам разработчики. Так что срочно бежать и покупать доспехи. Если вы этого еще не сделали, можете пока что и не спешить. Я лично надеюсь, что в следующем году, или вообще в следующем обновлении, который обещает нам добавить много всего интересного и всякого, я мечтаю о сете черного рыцара. Чтобы была черная амуниция и черные доспехи. Я думаю, будет это очень-очень круто. Также здесь рядом с магазином находится шкаф для удобства и перемещения ваших вещей. В принципе, один из организаторов данного средневековья Большая Боню. У нее есть свой отдельный шатер. Но в этот раз она выступает просто информационным NPC, который рассказывает нам всю историю задания и отвечает на наши вопросы. Здесь на ярмарке присутствуют лагеря разных орденов. Это ордены волков, желудя, единорогов. И есть еще один орден, который мне непонятен. Он чист. То есть он не имеет какого-то конкретного направления. Это рыцары, которые не привязывают себя к чему-либо. Но у меня есть одна претензия, а вернее вопрос. Почему сет вот этого базового рыцаря, он просто с белой накидкой, А у Большой Бонни на этом сете имеется голова оленя, который очень даже симпатично смотрится. Я бы хотела отдельную такую вариацию в магазине. Но, что если в будущем у нас будет возможность самим выбирать, какой рисунок мы хотим на такой кофте? Мне кажется, это было бы очень прикольно. Итак, продолжаем следующий интересный момент этого обновления. Копья и щиты. Все мы мечтали о том, чтобы с приходом этого обновления в руках можно было бы скакать и нести те самые копья, щиты, делать фотографии, снимать видосы и просто весело проводить время. Но разработчики посчитали иначе и добавили нам оруженосца Санчо, который как раз таки и показал нам все ветви орденов. Я, кстати, решила быть за орден Вишневого Единорога. Уж больно мне понравилось их описание. И здесь как раз таки оруженосец нам дает ежедневно обучающую тренировку и испытание, которое дает нам как раз таки очки, рекомендации, наверное, в пользу нашего ордена. Я не знаю, может быть в конце мне дадут вот это самое копье на постоянство. Было бы неплохо. Но пока что оно только косметически делает наше копье во время тренировок и вот этих испытаний. То есть до того, как вы выберете себе орден, у вас копье и щит будут базовые. А после выбора определенного ордена они меняются. Но давайте же посмотрим, что за тренировка. Оказывается, каждый день у нас абсолютно разная тренировка. Так что если вы думаете, что вы каждый день будете приезжать и проходить одно и то же задание, не тут-то было. Каждый день задания разные, причем с каждым днем все сложнее и сложнее. Пока что непонятно, влияет ли это задание на ваш рейтинг у выбранного вами ордена. Или это в принципе еженедельная, скажем так, такая карта испытаний. То есть такая же, как с порталами в Пандорию. Пока что я лично запоминаю, в какой день, какая схема. И если в среду, в четверг, в следующей неделе будет повторение этих же турнирных испытаний и тренировок, значит они просто идут по кругу. И как бы ничего страшного в этом нет, ничего страшного, если пропустим. Где же взять копье, если вдруг вы еще не знаете и видите, как люди катаются по всему фестивалью с копьями? Это достаточно простой баг, спасибо человеку, людям, которые его нашли и поделились этой информацией. Все очень просто. Мы начинаем гонку, тренировочную желательно, потому что испытания вы просто делаете, получаете очко испытаний, а тренировки у вас постоянные. Вот да, вот у меня как раз копье и щит ордена вишневого единорога. Подъезжаете к уголок косплеера, магазин, заходите в него и закрываете. И с тех самых пор никогда, я повторю вам, никогда не нажимайте эскейп, потому что неважно где вы. Зашли ли вы в глобал, зашли ли вы в магазин, в переписку, не знаю, куда-то еще, в задание. Любое нажатие эскейпа сбрасывает этот эффект. Чем полезен этот баг? Во-первых, он вас вытаскивает из индивидуальной зоны вот этой тренировки. Вы начинаете отображаться у остальных людей. Вы отображаетесь с копьем и щитом в руках, и вас все видят. Это самая классная штука. Очень полезный баг. И знаете, изначально я расстроилась тем, каким приехало средневековье, потому что у меня были немножечко другие планы на это мероприятие. Я очень расстроилась. Но потом, когда мне рассказали про этот баг, я подумала, что вот насколько ССО, как бы разработчики ССО, отстают от его комьюнити. Что даже, скажем так, багованные обновления, которые рассказывают, находят и приносят ССО-сообществу комьюнити само себе, как бы его членам друг друга, и то полезнее и прикольнее, чем обновления от разработчиков. Я считаю, что таких людей нужно брать вообще на работу к себе, в команду, потому что это очень-очень круто. Вот. Это то, что касается турнира. Пока что все. Ждем продолжения. Нам обещают в будущем очень много сетов, много развития. В следующем обновлении, на следующей неделе нам обещают три схемы на плацу конюшни Юрвика, тоже в средневековом стиле. Но, прежде чем мы продолжим, я хочу показать вам очень много маленьких мелочей, которые очень сильно, скажем так, подкидывают идей. И вообще, как бы, развития, может быть, будущего, грядущего развития ССО. Это первое, что я хочу показать. Это чистая информация, именно что касается вот этого бага на копья. Если вы сделали баг, гонка бесконечная. У вас еще в тренировочном меню говорят, что у вас нет ограничения на тренировку. И вы можете хоть целый день прокататься с вот этим копьем. Значит, что мы должны знать, что когда вы слезаете с лошади, он пропадает. Но при этом таймер остается, и как только вы вновь садитесь на лошадь, они появляются вновь автоматически. Это очень удобно, очень прикольно и очень полезно. Значит, следующая информация. Если вы хотите и думаете, что вы сможете поснимать какие-то средневековые видео в осени на фоне замка или где-то еще, не тут-то было. Как только вы воспользуетесь коневозом, у вас сбросится гонка. Как только вы покидаете территорию, ближайшую территорию к средневековой ярмарке, у вас вылезает предупреждение о том, что вернись, пожалуйста, назад. Ты покинул зону, иначе у тебя сейчас все сбросится. Вот сейчас мы даже с вами отъедем. Ну, я не помню, кстати, там довольно далеко надо отъезжать, по-моему. В прошлый раз, мне кажется, у меня уже очень... Я далеко уехала, или где-то уже здесь. Да, вот, не покидай область, пока ты не закончишь здесь задание. Нужно вернуться, иначе у вас будет сброс. Область, конечно, очень широкая вокруг ярмарки, где вы можете кататься, бегать, носиться и делать разные фоточки, но все равно, то есть в осень, в ДСД, вы никуда со всем этим не уедете. А сейчас, кстати, у меня пришло осознание. Вы представляете, что вообще будет, как эта ярмарка будет смотреться зимой? Потому что разработчики ведь сказали, что это место постоянно, и оно никогда отсюда не уедет. Я уже жду зимний снегопад, чтобы посмотреть, что здесь будет. Так, теперь продолжаем. Лошадки. У нас есть лошадки, которых добавили. Пока что это две дополнительные масти для Липецана и Орденса. Орденская лошадка. И изначально я была слишком строга к Липецану. Мне он не понравился. Я подумала, зачем рыжий Липецан нам в ССО? А теперь смотрю и понимаю, что... Господи, чудо ты! Ты прекрасна! Ты очень красивая лошадь, и я, возможно, даже тебя хочу, потому что мне очень нравится оттенок, каким тебя на самом деле сделали. Ну, а вороной Орденец, который уже давно стал самым популярным Орденцем на всем Юрвике, своим неожиданным визитом во время выхода фрисской лошади, покорил наши сердца. Я, к сожалению, пока что не могу себе позволить, но согласитесь, какой же он красавец! Вороной, да еще и слегка в яблочках. Так, конь Орденский, конь просто, ну, замечательный какой-то, хороший. Да, значит, это лошадки. Питомцы и стрижки еще недоступны. На ярмарке есть у нас и ветеринар, и тренер для лошади, так что, если хотите, можете воспользоваться. Что-то я заболталась, пора показывать дальше. Маленькие мелочи, которые очень-очень важны, на самом деле, для будущего развития в ССО. Мы здесь можем видеть, что есть персонаж, у которого есть сережки-мечи. Да, они были уже когда-то в пути героев, которые мы проходили, качали до 25 уровня. У меня лично точно такие же сережки, только у меня их сейчас не видно. Но это значит, что либо эти самые сережки вернутся, как вроде бы сами разработчики заявляли, что через полгода-год весь этот сет, который был, его добавят в магазин, на что я очень сильно надеюсь. Но, может быть, что-то еще будет. Также здесь еще есть один персонаж. Вот этот. Тут вообще очень много разных отсылок, ребята. Просто нужно побегать и посмотреть. На первый взгляд тоже, что может попасться в глаза? Ну, сережки новые. Однако, ребят, все намного лучше. Я хочу сказать, что таких очков в игре пока что нет. И вот эта особенность, смотрите, очки, она надела как ободок. Такого никогда не было, так что, возможно, это что-то грядущее. У нас будет возможность так одевать солнечные очки или любые очки. Может быть, даже нажатием кнопки. Вот у этого NPC, кстати, очень хорошо видно, какие классные на ней новые очечи. И я съездила, я проверила в конюшне, я проверила глобальный магазин. Именно таких нету. Они есть, но старые модели с очень противными белыми стеклышками, которые сейчас смотрятся отвратительно на персонажах. Раньше я их обожала и сама носила. Но сейчас старые модельки уже очень сильно как бы выбиваются из общего тона, из общего вида. А вот это новая их версия. Так что я уже, если честно, жду и не дождусь новые вот такие вот очки, как, собственно, и круглые. И на этом мы не заканчиваем. Мы около этой парочки крутиться будем еще буквально несколько минут. Смотрите, у девушки на ремне висит лассо. Точно такое же лассо у нас есть в виде питомца в сумке с вестерна. А тут лассо висит у нее на поясе. Этот аксессуар идеально подойдет и рейнджерам лесничьим, и в вестернские разные походы и ролки, и средневековье. Так что, возможно, у нас еще будут когда-нибудь вот такие вот аксессуары в виде того же самого лассо на плечо. И на этом мы и заканчиваем. Надо поехать и посмотреть. Мне кажется, я здесь еще кого-то находила с очень интересной отсылочкой. Так, ну, во-первых... Во-вторых, у нас еще есть отсылочки на то, что, возможно, мы сможем таки носить щиты на спине. И я считаю, что это вообще-то очень важная часть средневековья. И если нам не дадут этой возможности, я хочу вообще понять, будут на эту тему, что почему у нас есть столько всего. Нам показывают и копья, и доспехи, и щиты. Если мы не сможем их носить, то, ну, зачем тогда вообще это средневековье? Я надеюсь, что разработчики также добавят уже официально вот эту возможность ездить с отображением копья и щита постоянно на ошне. Вот тоже персонаж со своим щитом здесь ходит. Так, но нас интересует именно... Именно-именно-именно NPC. По-моему, вот здесь тоже у девушки на ремне у нас висит лассо. Ну, а в остальном здесь уже ничего нового. Вот эти очки у нас в игрушке имеются. Странно. Мне казалось, я еще видела кое-какую мелочь. Но, видимо, может быть, забылась, потерялась или показалась. Какие еще здесь есть классные детали, которых не было очень-очень давно? Это вот этот стол с пиршеством. Только стол очень странный и кривой. К примеру, с одной стороны мы можем спокойно за него зайти, побегать, встать просто. То есть не обязательно садиться, просто что-то поделать. С этой стороны ровно то же самое. То есть мы можем пройти, пробежать. Но почему-то другая часть этого застолья, боковая, причем на два стола, она слишком узкая. И непонятно, то ли разработчики так криво столы поставили, то ли так сделано специально. Но если специально, то это ужасная была идея. Так что здесь нельзя пробежать. Хотя, на самом деле, очень обидно. Почему нельзя стоять чисто напротив друг друга через стол и вести какую-нибудь светскую беседу. Да, конечно, сиди это прикольнее. Сиди мы в кое-таки веке нормально, ровненько. Даже вот одна ножка висит, другая стоит. Это очень классно. Стол, кстати, тоже мне очень сильно понравился. Но продолжаем следующий момент, который связан тоже с посиделками. Это трибуны. Ох, как я боялась трибуны, ребята. Я очень сильно их боялась, потому что вспомним, какие трибуны у нас сейчас в коном манеже. Это слезы крокодили. Но здесь такой проблемы нету. Мы можем спокойно бегать по всем местам. Садиться на все ярусы. Будь это верхний ярус, нижний ярус. Точнее, средний ярус, нижний ярус. И просто вот здесь. Я когда пробежалась, я поняла, что тут все очень хорошо. У меня еще больше накопилось слез, что я хочу то же самое в манеже. Если здесь происходит какая-то битва, вы можете пробежаться вот так вдоль трибун. Здесь незаблоченный проход. И вы можете им воспользоваться. Это тоже очень классно. Прям мне очень сильно все нравится. Тут, в принципе, много всего интересного. Но есть и такие мини-локации, которым я считаю практически не используются. Они как-то поставлены, что ли, неудобно, слишком далеко от основного места действия. Это вот эти загонщики для лошадок. Сами по себе они прикольные. Но мне кажется, из-за того, где они расположены вот так вот на крайне всего, ими почти никто не пользуется. Тут еще два рыцаря сидят, отдыхают. Так что вот такое вот обновление. Оно мне очень сильно понравилось, на самом деле. Безумно, безумно обожаю теперь эту территорию. Я выросла на одном фильме, который называется «История рыцаря». Поэтому, конечно же, я прям воодушевлена всей этой локацией. Она мне никогда не надоест элементарно своими красками. Очень хочу приехать теперь еще сюда зимой посмотреть, как тут вообще в зимушку, зиму все будет происходить. Очень мечтаю о том, что в будущем у нас будет возможность купить себе, к примеру, сет черного рыцаря. Потому что я считаю, это просто чуть ли не база. Черный рыцарь на черном фризе, в черных темнейших доспехах. И я надеюсь, что потом нам расширят еще возможности, скажем так, вариации шлемов. Потому что вот эта шапочка, я сознаюсь, это моя самая нелюбимая, моя вообще самая ненавистная экипировка. Я ее не любила никогда. У меня отец всю мою жизнь увлекался разными доспехами, и тряпочными, и железными. И когда я видела в книжках, в его энциклопедиях вот эту шапочку, она меня всегда бесила, одним словом. Ну, то есть, ну, правда, я ее никогда не любила. И тут ее добавляют в единственном виде. А-а-а, я, конечно, просто подгорела немножечко. В будущем я очень сильно надеюсь на то, что возможность носить копья и щит будет уже разрешена и общедоступна. Мечтаю о сете черного рыцаря. Надеюсь на расширение возможностей и интересных всяких гонок, может быть, заданий в этой зоне. Потому что пока что здесь очень скудно. На самом деле, правда, очень скудно. Зашел, выполнил, и по сути можешь забыть, если тебе неохота качать все эти ордены, ежедневные тренировки, эти события проходить. И, пожалуйста, разработчики, ну, хотя бы в следующем году добавьте нам нормальный именно шлем. Не шапочку, а несколько видов шлема, которые бы закрывали лицо. Да, не видно было бы волос, но, пожалуйста, это же такая крутятина, это же так классно, это же суть средневековья. Так что, да, вот так что-то я заболталась. Как я и сказала, на следующей неделе у нас ждет много чего интересного, в том числе и добавление трех схем на плац конюшни Юрвика. Это тоже очень интересное событие. Будет интересно посмотреть, что там. Но все-таки, даже если на плацу появится много схем и всяких вот стоек конкура или вообще поле для именно турнира, там все-таки это не то. Изначально это выглядело круто, но здесь это прям настоящее средневековье, которое мне очень сильно понравилось. Что же еще нас ждет на следующей неделе, кроме вот этого плаца, о котором я уже раза два-три сказала, к нам приедут еще две, кажется, масти лошадок сюда на ярмарку. Это будет очень симпатичный, милейший готландский пони и белоснежный спортивный фриз. Насколько я помню, это будет действительно спортивный фриз. Он так и будет называться. Но по факту я лучше просто посмотрю, что же будет на следующей неделе. Также новость хорошая тем, что эти лошадки тоже здесь навсегда. Они не временно. Они здесь постоянны и тоже никуда не уедут, никуда не денется. Но это и не последние, кстати, новинки и добавления этой недели. В этом году таковым дня рождения ССО не будет. Если раньше это был какой-то отдельный праздник, то в этом году разработчики решили заменить его средневековым фестивалем и средневековой ярмаркой и назвать это как раз таки мероприятием в честь дня рождения Старстейбл. За код нам давали кофту. Я надеюсь, все ее уже получили. Ну, а кстати, в магазин должны были завести в это обновление двух питомцев с предыдущих дня рождений. Они у меня не отображаются. Почему? Потому что они у меня уже куплены. Но вы можете увидеть их непосредственно перед вот этой стойкой магазина. Давайте посмотрим поближе. Это кролик. Кролик 10 дня рождения Старстейбл онлайн. Вот такой вот симпатяшка. И кошечка, по-моему, кстати, тоже с 10 что ли дня рождения или чуть попозже она приехала. Вот такая вот замечательная полосатая киса с сердечком на лбу. Так что, да, эту порочку, если хотите, если вы когда-то мечтали о их покупке на дне рождения, можете купить здесь. И разработчики не перестают нас удивлять своими какими-то сообщениями. Мне кажется, что сейчас кто-то просто отнял у них штурвал, я не знаю, по воде, и резко повернул в какую-то более хорошую сторону. Нам определенный гейммастер сообщил, что в скором времени разработчики планируют добавить непосредственно в игру комплекты, сеты с дней рождения предыдущих лет. Когда я прочитала это, я, конечно же, замолилась руками к небу, потому что мечтаю скупить сет 9 дня рождения, который я когда-то пропустила. Ну и, конечно же, было бы очень круто скупить целиком и полностью все сеты, которые были до этого. Но по факту я все равно буду знать, что я существую в этой игрушке с 6 дня рождения. Так что на этом все. Видео вышло довольно-таки долгим, но я надеюсь, что я рассказала вам много интересного, много полезного, и я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Ох, как же мне нравятся эти доспехи, я прям не могу.